Ух ты, смотрите, ребята, вот прикол, мне какая-то девчонка вконтакте написала, хе-хе, хочет познакомиться со мной. Правда? И что ты ей ответишь? Я напишу ей, что если она хочет познакомиться со мной, пусть сама сюда приходит. Интересно, и чем это ты ее так заинтересовал? Она пишет, что ее привлекло мое ледяное сердце, хе-хе, странная какая-то. Это точно, я всегда думал, что девчонок интересуют, только романтичные парни. Ты отстал от жизни, Элбис, сейчас девчонкам нравятся только наглые и холодные пацаны. А вот ты, Бэби, что думаешь по этому поводу? Кто лучше, я или Найтфул? Найтфул, конечно, лучше, он гораздо круче тебя, Элбис. Их, тогда он уже поймет, что он мне нравится. Ну вот, хе-хе, слышал, Элбис? Да ничем ты не лучше, Найтфул, ни одна девушка не сможет с тобой долго встречаться. А мне не нужно долго, я брошу ее после первого свидания. Ну да, и конечно, Найтфул, не нужно тебе долго встречаться, с кем попала. Привет, Найтфул, я Асти, это я хотела с тобой познакомиться. Ух ты, хе-хе, ну надо же, какой у тебя странный стиль, я таких еще не встречал. Ну ладно, пошли, Бэби, не будем им мешать. Ну нет, я никуда не уйду, хочу остаться посмотреть, чем это свидание закончится. Ну ты присаживайся, Асти, на лавочку, посидим, поболтаем, расскажешь о себе. Ну нет, Найтфул, на этой лавочке я сижу, пускай она садится куда-нибудь в другое место. Ну что ж, получается я зря сюда пришла, если для меня здесь даже места не нашлось. Ладно, подожди, я сейчас тебе стул принесу. Я бы, конечно, подвинулась, Асти, но твое платье такое пышное, что оно всю лавочку займет. Мое платье самое лучшее, оно красивое, пышное и удобное. А вот у горячей девушки платье вообще ужасное. Оно такое пышное и теплое, да еще и красное. Представляю, как она мучается ради того, чтобы выглядеть красиво. Что? О чем это ты говоришь? Какая еще горячая девушка? Ой, и почему это я вдруг хикать начала? Наверное, эта холодная девушка опять меня вспоминает, думает обо мне всякие гадости. А может быть это тот парень, с которым я познакомилась недавно? Жаль, что у меня с ним ничего не получилось. Никак не могу забыть я эту горячую девушку, Хотти. А может быть и не нужно ее забывать? Вот найду ее и докажу ей, что мне больше никто не нужен, кроме нее. Эй, смотрите девчонки, какой я стул нашел. Ух ты, какой большой стул, на нем будет удобно сидеть в таком пышном платье. А где же ты его взял? Да это я из кафе украл. Быстрее садись на него, чтобы никто не увидел, что это мы взяли этот стул. Что? Ты украл стул? Зачем ты это сделал? Ну вообще-то я ради тебя это сделал, чтобы тебе удобно было. О, Найтфол, это так романтично. Подожди, я сейчас сделаю этот стул просто неузнаваемый. Раз, два, три. Хе-хе, вот так. Ну ничего себе, как у тебя это получилось? Это же не стул, это просто ледяной трон. О, да это просто пустяки для меня. Любой может превратить стул в ледяной трон, если только постарается. Окрашиваем пластиковый стул серебристой краской из баллончика. И приклеиваем к ножкам крупные бусины. Приклеиваем с каждой стороны бусины в форме кристаллов. Кристаллами поменьше декорируем спинку. И по центру приклеиваем снежинку. Получился настоящий трон для холодной девушки. Ух ты, да я просто в шоке. Давай, приходи в нашу команду, будешь маскировать все, что я украду. Хе-хе. Хе-хе, прикольная у тебя шутка, Найтфол. Мне нравится твое чувство юмора. Эта холодная девушка становится серьезной конкуренткой. Надо срочно что-нибудь придумать, чтобы она сама ушла. Ой, Найтфол, а тебе не кажется, что девушку нужно мороженым угостить? Хе, да вообще-то я не планировал деньги тратить. А ты что, хочешь мороженое? Да, Найтфол, принеси мне мороженое, самое большое и ледяное, какое только бывает. Ну хорошо, ладно, я куплю тебе мороженое. Но только ты знаешь, что я не привык тратиться на девчонок. Хотти, наконец-то я тебя нашел. Не нужно тебе было меня искать, ты меня совсем не знаешь. Да нет же, я уже понял, что ты не такая, как все. Вот смотри, что я для тебя приготовил. Что это, обычный бургер? Нет, это бургер с двумя перчиками чили. Он очень жгучий, я уверен, что ты его оценишь. Ой, бургер с двумя перчиками чили? Это как раз именно то, что я хотела. Кажется, я понял, как найти ключик к сердцу горячей девушки. Из теста для лепки делаем острый бургер для горячей девушки. Раскатаем маленький желтый кусочек пластилина. Делаем в нем дырочки. Получился вот такой вот сыр. Разрезаем его на кусочки. Теперь раскатываем лист салата. Канцелярским ножом аккуратно выдавливаем прожилки. Разрезаем листик на кусочки и вытягиваем края. Смешиваем коричневый и белый цвет и лепим булочку. Разрезаем ее напополам. Для котлеты берем коричневый пластилин, придавливаем кусочек и наносим на него маленькие точки. Чтобы получить красный перчик, раскатываем красный пластилин. Отрезаем маленький кусочек и вытягиваем его. Получился вот такой вот крошечный перчик. Делаем еще один и собираем бургер. Выкладываем булочку для салата, котлету и теперь все это заливаем кетчупом. Для этого берем тонкий красный слой пластилина и делаем из него потеки. Укладываем сверху сыр, перчик и еще одну булочку. Делаем точечки и получаем острый горячий бургер. О, спасибо. Хе-хе, ну надо же как вкусно. Это просто незабываемое свидание. А не сильно остро, перчик не жжет? Нет, то что нужно. Кажется, ты покорил мое сердце. Ты только будь со мной, и я тебе всегда буду готовить что-нибудь остренькое и горячее. Я такая счастливая, холодная девушка никогда не встретит такого заботливого парня. Ой, бэби, у Найт было такое хорошее чувство юмора. Он постоянно меня веселит. Да, с Найтфолом не соскучишься. А он что, правда тебе понравился? Ну да, конечно. Я думаю, у меня с ним будут просто замечательные отношения. Слушай, не хотела тебя расстраивать, но я признаюсь, что Найтфол говорил мне, что хочет встретиться с тобой только на один раз. Как это на один раз? Он что, не хочет серьезных отношений? Нет, Найтфол совсем не такой. У него каждое свидание новая девушка. Ну вот, а я-то думала, что ему нужна одна единственная. Теперь понятно, почему он писал, что у него ледяное сердце. Ну так что, может быть ты сразу домой пойдешь? Ну нет, бэби, теперь я никуда не уйду. Я отомщу ему за то, что он так со мной поступил. А вот и я, девчонки. Смотрите, какое я крутое мороженое купил. О, это мороженое просто чудесное. Кажется, уже не зря я на это свидание пришла. Я тоже хочу такое мороженое. Почему Найтфол в ней никогда его не покупал? Из теста для лепки делаем стаканчик для мороженого. Раскатываем желтый кусочек пластилина на поверхности с вафельной текстурой. Теперь из пластилина получилась вафля. Склеиваем из нее вафельный рожок. Берем легкий пластилин голубого и белого цвета. Нарезаем его и лепим шарики. Укладываем шарики мороженого в вафельный рожок. Насыпаем в емкость черебристые блески. И опускаем в них стаканчик с мороженым. Блески хорошо прилипают на липкий пластилин. И вот у нас получилось такое ледяное вкусное мороженое. Ну все, Асти, я тебе уже и стул принес, и мороженое купил. Я думаю, теперь я уже заслуживаю наконец-то поцелуя. Ты что, серьезно, Найтфол? Мы же с тобой первый раз видимся. Да ладно, что здесь такого? Лично я вообще не стесняюсь. Эй, ты полегче со мной? Ну все, ты сам напросился. Вот тебе. Эй, что произошло? Почему у меня стала ледяная голова? Охлади немного свой пыл, Найтфол. Я бы никогда не стала встречаться с таким наглым парнем, как ты. У тебя не ледяное сердце. У тебя вообще его нет. Эй, Биби, что мне теперь делать? Помоги мне, пожалуйста. Ну вот, Найтфол, я просто в шоке. Я такая злая на нее. В следующий раз тебе не стоит знакомиться с кем попало. Сейчас попробуй что-нибудь сделать. Постараюсь как-нибудь расколоть этот лед. Эх, ничего не получается. Придется ждать, пока растает. Ох уж эти холодные девушки. Надеюсь, этот Найтфол навсегда теперь запомнит, что значит иметь дело с холодной девушкой. Не нужно было ему так со мной обращаться. Ну вот, окажется, у горячей девушки в отношениях все в порядке. Эх, ну почему мне так в любви не везет? Ладно, пускай у нее будет все хорошо. Может быть, когда-нибудь и я встречу своего единственного. Надо же, холодная девушка мимо прошла и сделала вид, как будто бы меня не заметила. И в самом деле, а может быть просто это у нее хорошее настроение? А может быть наоборот плохое? Ой, что-то я даже уже начала переживать за нее. Друзья, а что вам больше нравится, горячее или холодное? Напишите в комментариях. А еще ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал Веселые Игрушки. А главное, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые серии.